В имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, ныне Красная Святая Церковь, Вознесение на небо, в плоти Ранзяна, Возьми, и Копиен, воскресшего из мертвого Господа Иисуса Христа, в Вашел на небо, спасуши, предупредив об этом своих учеников, что оно исходит в ежебеке первого. Я Каарство, Отцу Моему, и Отец Мой, и Боле Менее есть. Святая Церковь призывает нас веровать в догматы Воднесения. Истина этого догмата состоит, во-первых, в том, что Хреста больше нет на земле, по слову Упасителя самого Духа Святого пришел отмечить мир о Дисее и о Правде и о Суде о Правде, что к тому не видите Меня, Иосифа, Отцу Моему, до поры, до времени, до второго Его страшного пришествия. Господа на земле не обретается. Группа Вову пустой. И вера состоит христианская в том, что веруем в невидимом телесными очами здесь на земле, неприсутствующем, а только вместо Себя иного утешителя Духа Святого дал верующим благодать, веровать и видеть невидимого очами веры. В этом состоит вторая истина, догмата Вознесения о Господе, который исповеден всем примером. И вошедший на Иерусалим, сидящий на Иерусалим, что Он есть. Не видим земными очами, однако же веруется сидеть Одесной Отца. То есть по правую руку на престоле славой Своей Я на это небо скрыто от наших взорвов, и мы не можем его видеть. И даже апостол Павел, который на Третьего небесе восхищен, если слышал глаголы «неизреченные» и «неизреченные», говорит «в теле или вне тела неверно». Это сейчас. Но наша вера состоит в том, чтобы мы твердо исповедовали, что после того, что будет сейчас, в теле или вне тела застанет ли мы, то есть после смерти нашей физической или заживо, второе пришествие, кто-либо из живущих на земле застанет. Уже в этом собственном бренном теле, которое будет изменено и станет по образу воскресшего, который, как мы слышим, хоть и был пронзен и прободен, но руки своих воздвигал и ногами своими шествовал и даже устами своими ушел в пищу. Это непостижимо. И это весьма радостно, чтобы Господь уготовил на том свете и нам, грешным и недостойным, такое же блаженство в своих воскресших телах, не только в духе, потому что дух в плоти и крови не имеет, а в телах воскресших. Блаженство в этих полноте блаженства. В этом состоит упование. Но его невозможно брать и сестры никак ни с потолка взять, ни с пальца высосать, простите за такие грубые выражения, как многие инспирируются. Пытаются его найти в каких-то основаниях земных, физических, плотских, психических, или в общении людском, или в том, как многие в этот праздник начинают питать свои души человеческими измешлениями. Например, что Христос вознесся, и мы с ним вознеслись. Нет, братья, мы не вознеслись. Не надо говорить глупостно. Мы здесь. На землю. И не надо все в одну пущу. И не надо все под видом веры и благочестия смешивать. Иначе результат будет плохой. Христос вознесся, но не мы. А мы оставлены здесь. Для того, чтобы Царствие Небесное понуждая себя подвигом веры приобрести. Подвигом веры употребляющие усилия восхищают его горе. Господь, узким и тесным путем идущим, отвергающийся себя ради Господа, подчиняющийся его ерму, заповедь ему, возлюбившим его пришествия в этот мир. И предпочитающий в этом мире подчинение ему, невидимому, на небе сидящему, отыскному, от Царю Славы. всякому земному на дна, мирскому владычеству. И порядком и нравом этого мира суетом, чтобы они не владычествовали над нами, что всегда приводит к неизбежному конфликту. Но крещеный человек не только крест берет на грудь, как вы знаете, когда младенцы крестят, но и лосы крестом священник обрезают день крещения новому члену Церкви Христовой на земле в знак того, что его Царь вознесся на дне и сидит одеснуя отца. Не видим, но есть. есть он во плоти, воскресший и скрытый от нас. И мы не можем видеть его. И в этом состоит, братья и сестры, великий подвиг и труд. Не в том труды христианские, что здесь возделывать, как некоторые думают, здешнюю почву, здешнюю землю, и в своем земном премесле, в своем земном труде, который нам дан только для того, чтобы заработать на хлеб, в трусах хлеба, на пропитание. не в этих трудах мы должны полагать подвиг. А ведь в наше время многие учат, что эти вот земные труды ремесленные ремесленные такие, которые мы просто должны добросовестно быть. И они как бы имеют духовное значение для того, чтобы приближиться туда к обцу небесному. земля и все дела на ней сгорят. И поэтому ничего практического мы не можем извлечь из этого догмата. А только одно духовное, как скажет современный человек, одну сухую теорию. И слава Богу. Потому что если наводишь эту теорию на свою душу, догмата, отвлеченное духовное знание, понятия, которые поднаются одной лишь верой, то они тайно живутворят душу и делают ее отстраненной и неприкосновенной и независимой от всего земного. И тогда нет уже этого смешения и вот этого напора яростного на землю, когда человек как хаин или как тувал хаин хочет обрабатывать здешний материал. но благородство души христианской в том, что она отстранена, как говорит феврарет московский, только кончиками пальцев касается всего земного. да, да, долгие надо исполнять хорошо, не быть не халтурщиком, не рвачом, надо иметь чистую совесть во всем, что делаешь, делать все добросовестно. И только. И хлеб свой есть в поте лица. Это так. Но и только. Да не думает кто-нибудь, чтобы он этим потом своего земного лица мог приобрести небесное. песня. Нет. Никакими потами. А только другим совершенно потами. Другое совершенно кровью. Чтобы мы не смешиваем духовное с телезом, небесное с физическое. А это очень опасно. от этого происходит магия. От этого происходит гностицизм. Это люди хотят через земные дела зайти на небо. Скажешь, а как же дела милосердия, а как же дела благотворения. Это все деловерие. Тогда они к Богу приемлются, когда их на земле вообще-то и не видать. Когда правая рука не весть, что творит левая. А когда все это выражается в фотосессии и отчетах, тогда все это остается на земле. и хуже того, и земле не приносит пользу, и для Бога не потребляет. Поэтому, дорогие братья и сестры, к мужеству, к мужеству призывает нас этот догмат святой. для человека ласкового, страстного, этот догмат исполнен какой-то сухости. Возьмешься Господь и все, и нет Него, и не удерживаешь Его, и не прикоснешься к Нему. Да, никакими эмоциями, никакими чувствованиями, переживаниями, никакой плоти и крови к Нему не прикоснешься. Но только лишь тогда привлекаем Милость Божия укаяния, пересмотр привези своей жизни во Христе, когда смиряемся, глубоко смиряемся. И когда молитву проливаем кого и тому возвещаем печаль свою, и оказывал душа наше исполнится и живот наше радость и близится. Когда молимся, ярко Его на Теб Божий разведи имя, какая здесь плоти никакой. Здесь один Дух человечества пререпляется Господи в един Дух с Господом. И что удивительно, Господь сказал, что таковых поклонников Духи истины ищет Себе Отец. То есть кто в Духе истины служит Христу, то Духом Святым утверждается в этом догмате и невидимо видит сидящего Десна Отца и трепещет перед Ним. Что есть жизнь христианская, дорогие братья и сестры, как не это хождение перед Богом, предстояние перед сидящим от Десна Отца и ожиданиям, причем трепетные ожиданиям, что Он вот-вот сойдет с неба на землю. И чем больше страха Бога, чем больше невменяемости для этого мира, тонкости остроты, точности в душе христианства, тем в Духе Святи это второе пришествие становится ближе. Так что, как говорит святитель Игнатий Бринчанин, когда человек молится внимательно духовно, его охватывает великий страх и даже ужас, что нынче ночь может Господь прийти. И наоборот, человек, который вовлечен в земные дела, и в них растворился, и корнями ушел совершенно, и всеми потрохами своими совершенно, слился с землей, и со человечеством. И живет заботами, надеждами вот этого всего человечества. И в этом полагает избавление, и спасение. Единое со всем человечеством. Такой человек перестает веровать в второе пришествие. праздник праздник на вас, дорогие братья и сестры. Да укрепит Господь нас в вере святой пророславной аминь. Продолжение следует... Спасибо. 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 Продолжение следует...